Привет, друзья! Не могу с вами не поделиться такой мыслью, очень важной. Вот ни для кого не секрет сегодня, что правильно, хорошо организованный бизнес, интернет-предпринимательство или просто бизнес какой-то в классике, не каждый, но правильно организованный, намного более лучший способ достижения финансовой свободы, благосостояния, чем там наемная работа, чем офисное рабство, чем труд, который определяет сам, сколько вы будете зарабатывать, а не вы себе диктуете цену. Сегодня много людей хотят начать бизнес. Я это слышу каждый день от людей, которые знакомятся со мной в социальных сетях, выходят на меня через YouTube-каналы, через другие источники связи. Хотят молодые ребята, постарше, даже пожилые люди. Но часто слышу такую проблему. Я хочу начать бизнес, говорит человек. Я говорю, окей, хорошо, давай. Тебе нужно будет столько-то денег для того, чтобы оформить вот это, то-то, то-то для старта. Тебе нужно столько-то денег. Поехали. И тут я слышу, нет, ну у меня нет денег, можно как-то я бесплатно начну его? Ну, то есть, чтобы вообще ни копейки не платить. Теоретически, конечно, можно, но если ты пришел делать бизнес, который приносит довольно серьезные деньги, потенциально, тысячи, десятки тысяч долларов в месяц, то как можно начать бизнес бесплатно? Итак, вопрос, где взять деньги на бизнес? Я задаю человеку вопрос, а почему у тебя нет денег на бизнес? В чем проблема? Это же такая большая, баснословная сумма. И я слышу такой ответ, ну, потому что, ну, что я работаю на работе, у меня небольшая зарплата, ну, в конце концов, у меня нет бизнеса. Это же вы, там, бизнесмены, предприниматели, конечно, нифига себе, зарабатываете по тысяче долларов, там, в месяц и больше, поэтому у вас есть деньги. А у меня нет бизнеса, у меня нет денег на бизнес. Я говорю, окей, а почему у тебя нет бизнеса? Почему ты не можешь его начать? Не, ну, странный ты какой-то. Ну, потому что, потому что у меня нет денег, чтобы начать бизнес. И порочный круг замыкается. Тогда хочется задать вопрос. Слушай, дорогой, а что ты делаешь вообще? Как ты такой здоровый, извини меня, бугай вырос, и у тебя нет денег на бизнес? Чем ты занимаешься сегодня в 25 лет, что у тебя нет 100 долларов в кармане? Ну, будь то на какие расходы, на бизнес или на бизнес? Зачем ты живешь вообще, в принципе, если у тебя нет на кармане денег на старт? Для чего ты развивался, там, эти 25 лет? Это смешно просто порой слышать. Ну, если у тебя нет денег, так возьми иди и заработай. Я понимаю, там человеку 17-15 лет, у тебя там нет денег на кармане, ты живешь за счет родителей. Но если тебе 25, ты там здоровый пацан, уже самостоятельный, ты что, не можешь денег заработать, что ли? Или ты, допустим, девушка, которая там 30 лет, и ты говоришь, что у тебя нет денег. И сколько ты собираешься так жить, в принципе, без денег? То есть, если ты делаешь какие-то свои действия каждый день, это не приносит тебе желаемого дохода, то для чего ты их продолжаешь делать? Не проще ли поменять деятельность и начать бизнес? Взять денег в долг, найти их, одолжить, заработать, в конце концов? Вот сегодня реально живая история. Мне позвонил человек, парень, ему 17 лет, совсем молодой парень, очень амбициозный, желает прорваться, вот чисто видно предпринимательский дух. Вчера еще он мне говорил, что у него нет денег, реально, на бизнес. Потому что так сложилось. Этот молодой человек устроился на работу риэлтором, для того, чтобы заработать первые деньги. Первые деньги, которые потом вложить в бизнес и в свое собственное развитие, может быть, в образование. Сегодня он мне позвонил, сказал, ты знаешь, Леш, как-то так сложилось классно, состоялась хорошая сделка, я заработал деньги. Я заработал 50 тысяч российских рублей. Парню 17 лет, вы вдумайтесь только в это. И он мне сказал, я готов начать бизнес, у меня все для этого есть. И вот ответ на вопрос, что делать, когда у меня нет денег на бизнес? Можно ли я как-то на халявку проскочу? Нет, да врагой, нельзя никак на халявку, нужно возвращаться на работу и там работать, заниматься, продолжать за 3 копейки впахивать. Потому что, если ты пришел делать серьезные капиталы, то нужно уметь заработать стартовый капитал. Или уметь его одолжить, или уметь его найти, уметь, я не знаю, приложить какие-то усилия, использовать свою потенциальную энергию, чтобы менять его на деньги. Во каждом из нас есть много, каждый из нас имеет руки, ноги, голову. Этого достаточно, чтобы заработать какие-то деньги первые, а потом их приумножать. Ладно, если бы вы были инвалидом с детства, там, я не знаю, не умеешь там ни говорить, ни писать, не умеешь ходить, то есть вообще, бедолага. Ну, хорошо, это иждивенцы, конечно, ничего не остается делать, они обречены на всю жизнь. Но даже такие люди умудряются себя проявить и так проявить, что потом всю жизнь они получают высокие почести вознаграждения. Если вы не знаете пример таких людей, то я вам назову. Пожалуйста, Ник Вуйчич, можете изучить его биографию, узнать, что это за человек. А когда ты здоровый, полноценный пацан, бугай, у тебя есть 90 килограммов массы тела, у тебя есть все для того, чтобы заработать денег, то почему ты этого не сделаешь? Итак, если вы пришли в бизнес, нужно уметь заработать стартовый капитал. А теперь я вам хочу сказать вот что. Некоторые люди меня обвиняют в следующем. Ну, вот, конечно, вот вы сейчас вот зарабатываете только потому, что вот у вас там навыки, знания, вы к этому шли годами. Ну, вот вы там, конечно, такие крутые, вы работали там, пахали, конечно, много лет, теперь вас много людей знают, у вас уже есть опыт, связи, вы можете себе позволить вложить деньги, потому что они у вас есть, и сделать еще больше деньги. А вот я совершенно новичок, у меня ноль вообще знаний в голове по поводу бизнеса, и еще при этом у меня нет денег, и как у меня может получиться что-то. Вот специально для этого я запущу такое реалити-шоу, где я возьму вот этого парня молодого, 17-летнего, может быть, еще каких-то людей. И мы вместе с ними, шаг в шаг, будем делать простые действия, элементарные, одинаковые, однотипные для всех людей. То есть, работа по франшизе. Я вам покажу, что с нуля можно, не имея знаний, навыков специальных, не имея даже денег больших, можно построить очень высокодоходный бизнес. Такой бизнес, который позволит за год заработать деньги на квартиру, на машину. Вы будете видеть это. То есть, я хочу это показать, чтобы вы понимали, что каждый из вас сегодня, кто имеет в своих руках телефон, компьютер и доступ к интернету, ну и здравый ум, трезвую память, может, абсолютно каждый может сделать прибыльный бизнес, который будет удовлетворять все ваши потребности, и даже сверх. И раз и навсегда мы проверим, развеем этот миф, что у меня не получится, наверное. Вот я пробовал, у меня не получается и не получится, скорее всего. Это не мое. Вот я вам покажу цепочку действий. Мы будем регулярно выкладывать видеоотчеты работы нашей с этими ребятами. На ваших глазах эти люди будут расти, развиваться. Вы будете видеть, какие деньги они зарабатывают. И сможете выяснить для себя, вот действительно ли это такая сложная тема, как бизнес, интернет-бизнес. Или можно реально напрячь свои мозги, набраться усердия, смелости, упорства, начать работать конкретно, и это приведет к результату. Мы покажем это вам. Итак, если вы еще раз не поняли, где взять деньги на бизнес, если до сих пор готовы сказать, что, ну нет, у меня денег, ну, я не могу начать, просто у меня нет денег, у меня нет капитала, я не знаю, зарплата будет еще не скоро, а вообще у меня три кредита, пять висяков, долгов, я весь в яме в этой финансовой, я не могу из нее выбраться. Если вы еще не поняли, где взять деньги на бизнес, да, и вообще, что нужно говорить в таких ситуациях себе самому, то оставайтесь там же, но проблем. Если же вы осознали, как нужно поступить в этой ситуации, добро пожаловать на реальти-шоу. Если вы хотите быть зрителем, то оставайтесь. Если вы хотите принять участие и вместе с нами, с самого нуля, с самого начала, доходить до этого финала и через год сказать, слушай, блин, какой же я был балбец вообще, я просто не представляю, что это возможно. Я и подумать не мог, что это реально, но практика показала, что это действительно так. То есть эти парни говорят правду, они реально показали мне путь, я прошел его, и вот он я. Стою на сцене, передо мной огромное количество людей, которые хотят меня послушать, хотят послушать историю моего успеха. Итак, выберите себе место сами, в зрительном зале или на сцене. До встречи, всего доброго, увидимся.